Всем-всем привет! У меня уже вечер. Я сегодня один влог сняла, девчата. Он у меня уже загружается на YouTube. Ну и всё же решила... Что я делаю, вам покажу. Вот мой хлебушек лежит, который я сегодня пекла. Сейчас зарежем с вами его и посмотрим. Я обещала, но не резала, пока он не остыл. Нарезала сыру, колбаски. Колбаска флотская наша, вкусная. И сейчас мяско отрежу. Вера сам делает котов. Выкладывает картину мамину. Двух котов с прошлого года, которые... И это сделаешь мне хоть к дню рождения. Но вот она сегодня... Погода такая. Не актив. И она занимается картиной. Мяско отрежу. Перекус сделаем. Перекус. И поставила водичку закипеть. Сварю две пачечки гречневой каши. Суп там есть у нас. Гречка, девчонки. Сейчас вам покажу. Вот такую. Сейчас сварю два пакетика. Это будет наш ужин. Ну как ужин? Помимо этого ужина, ещё 20 раз перекусы есть у нас. Вот мяско нарежем. Это я покупала, девочки, в светофоре. Колбаса в нашем магазине. Когда много, всё, ложу в морозильник. Вот эту уже достала с морозилки. И уже нарезаю и кушаем потихоньку. Колбасу съели. Ну потому что нас было много. Сейчас я хлебушку ещё отрежу. Я смотрю, где моя хлебница. Так. Ещё и хлебца. Это на стол. Сейчас будем чаёвничать. Ну и всё, что же я решила. Девчата, маргарин, видите, у меня растапливается. Сейчас попью чай и поставлю тесто. Сделаю печенок. К чаю не хватает, девочки. Вот до чего мы привыкли. Вот мой хлеб, девчата. Смотрите. Ай, какая прелесть. Смотрите. Ну это разве не чудо? Девочки. Не отходя от кассы, я вот это вот сейчас съем. С чайком. Хлеб просто чудный. Это сегодня я пекла в том влоге, который выйдет вот сейчас. Сейчас я его не порезала, девчата. Но пообещала, что я порежу и вам обязательно покажу. Ну, булочка моя вкуснятина. Ой, это не хлеб, девочки. Это вот можно съесть вместе с пальцами. Смотрите, какая по толщине у него корочка. Вот такая зажаристая. И глядите, какой он пористый. Видите? Вот я его самну. Мну. И смотрите, он весь расправляется и возвращается в свою форму. Пропеченный, девчата. Не могу только вам запах передать. Но хлеб шикарный. Сейчас, девочки. Пью чай и потом замесим тесто. И сделаем обычные прям печенки. Можно вот так стаканчиком вырезать. Формочки на противень испечь. С чайком. Завтра же уедем. Но завтра не будет дома. Как бы. Как бы. И поэтому нужно сегодня сготовить. Сильно готовить не хочу. Но от чай-то все равно будем хлыстать. Поэтому. Это обалдеть. Тесто будем месить, наверное, вместе. А я пошла пить чай. Всем-всем приятного аппетита. Кто сейчас кушает или чаевничает. Ну и хорошего вечера или дня. Это обязательно. Девчат. У меня уже 20 минут 9. Я загрузила видео. Пошла. Сейчас просею муку. И буду замешивать тесто. Все же спеку печенье. Вот. Думаю, надо все равно сделать. Ну, потому что, девочки, пока настрой есть, я так скажу, да? Когда настроя не будет, делать уже не будешь. А пока есть запал, так сказать, я приготовлю. Сейчас загружала там видео. И общалась со своей племянницей с Волгограда. У них взорвался девчата. Взорвалась АЭС. 12 часов дня. Ну, пока известно, что 4 человека погибло. А я говорю, как? 4 человека. Это же АЭС. Там наверняка же больше было людей. Как страшно, девочки. Вот посмотришь. Одни вот эти катастрофы. Настолько страшно в этом мире. Кошмар один. Вот. Ну, и общалась. С Ирочкой Мусиной разговаривали сейчас тоже. Я говорю, хлеб спекла. Ира, говорю, хлеб напекли. И с Верой умяли полно. Она говорит, молодцы. Я говорю, ну да. Хлеба уплели за милые ушки. Сейчас будем делать тесто. Что я приготовила. Я вам буду показывать и буду делать. Так, я беру 2 яйца. Разбиваю, девочки. И буду не миксером, а вот этой взбивалкой делать. Можно даже и еще яйца. Можно даже и еще яичко расколотить. Как вы думаете. Яйцо нам не поможет, не испортит лишнее. Нет, конечно. Разобью 3. Пусть будет 3. Сейчас с сахаром смешаем. Так. Вот мой наелся. Пошел спать. Лег там на кухне наверху. Развалился и спит. А на улице, девчата, у нас опять туман, морозь. Не знаю, как бы опять дождя не было. Так, сюда высыпаю сахару 200 грамм. Вот кружечка у меня. Вот. 3 яйца сделала. Я добавлю, девочки, еще маргарин у меня растаявший и сметана. Она стоит. Я возьму немножко ее сюда. Бухну. Вот. Ванилина, по-моему, у меня нету, чтобы положить. Разрыхлитель есть. Мы прям на муку положим. Чайную ложечку. Так. Сейчас, девчонки, сюда вот сметаны. Не молочные души. То я вот варила... Ой. Пекла оладушки, блинчики на сметане. Вот сюда прям закинем. Сметана каши не испортит. Все вкусно, но почему мы не молочные, не пойму. Не едим как-то. Вот и ряженка Костя принес. Тоже бутылкой. Внучка попила чуть-чуть. И все. И застряла та и ряженка. Так. Сейчас мы... Ой, надо было в той вон чашке-то мне месить побольше. А я что-то в этой. Ну, я потом переложу, наверное, в большую. Вот мой маргарин. Он, видите, такой уже подтаявший. Пачка. Сколько тут, наверное, 250 грамм. Я не скажу даже толком. Этикетку-то выбросила. Все туда. Все сюда. Муку просеяла. Потом будем добавлять. Вот это все смешаем. Я такие вот печенюшки делала. Маленькие девчонки были мои. Через мясорубку. Но сейчас я не буду, наверное, через мясорубку. А у меня есть формочки. Тесто можно раскатать. И формочкой навырезать. И потом уже выпекать. На противеньке. Я вам бумагу нашла. Застелим. Ну, бумага. Надо, кстати, еще купить. Я глянула. У меня фольга-фольга. А бумаги-то... Вот это и все. Рулом. Угу. Поэтому купим. Читала комментарии. Сейчас там вот загружала видео. Влог сегодняшний. Читала комментарии. Там Анжела пишет. Видео о пряже. Видео о пряже. Все, все. Спасибо. Очень хорошие комментарии. Добрые. Девчата, вам огромное спасибо. Спасибо. Ну, и одна там мне написала. Вы бы на свою пенсию не купили. Я ей ответила. С чего вы решили? Посмотрите мои обзоры на пряжу. И все это... Ну, есть обзоры на посылки, которые мне дарили. Дарила мне Татьяна со Швеции. Дарила мне Ниночка с Германии. Много пряжи. Дарила мне Инга Головина. Леночка Молочникова. Я всех помню поименно. Кто мне присылал посылки. И кто мне дарил подарки эти от души. Огромное, огромное им спасибо. Я как-то отвечала. Почему я должна была отказаться, если человек от всей души хочет сделать мне подарок? Конечно же, нет, девочки. Я тоже дарю подарки. И радуюсь, когда радуется человек одариваемый. Это раз. На свою пенсию. Вы не забывайте, вот та вот женщина, которая это написала. Вы не забывайте, что я, в отличие от того, кто сидит на одну пенсию, я еще и работаю на Ютубе. Я работаю. Я не просто вышла хи-хи-ха-ха и ушла, и мне Ютуб заплатил денюжки. Нет. Я работаю. Я вот вчера не спала всю ночь. И ни в коем случае я не оправдываюсь. И никому не буду что-то там доказывать. Я только хочу той женщине сказать, если вам не хватает пенсии, вы не пытались заработать как-то. Хотя бы тем, что вы умеете. Заработайте. Вот и все. А указывать смог человек, не смог, это по крайней мере, ну, некрасиво. Просто некрасиво. Сейчас я принесу свое любимое блюдо и будем там замешивать тесто. Ну, вот я свою чашечку любимую принесла. Вот тут трещинка появилась в эмали. Все это высыпаю. И сейчас буду добавлять муку. Поэтому, девочки, это такой вопрос щепетильный. Анжела говорит, откуда столько дизлайков? Ведь видео даже не разговорное, а информационное. Ну, откуда, Анжела? Ты сама ответила, зависть. Да? Да? Да, видать, да. Ну, я убеждаюсь только в этом, потому что я же тоже смотрю обзоры, какие и в каком количестве присылают блогерам пряжу. Ну, мне вот прислали в больших количествах. И первый раз Наташа прислала мне очень много пряжи на обзор. И этот раз она мне прислала очень много на обзор. Я даже, честно сказать, не знала, какую она мне пряжу пришлет. Прислал человек. Я благодарна, девочки, я благодарна. Я умею быть благодарным человеком. И, ну, вот я не понимаю просто тех людей, вот кого действительно душа джаба. По-другому не сказать. Вот не сказать. Понимаете? Это действительно только зависть и только жаба. Поймите, я не понимаю. Не понимаю этих людей. Ну, зашел, посмотрел. Не нравится. Выйдите. Нет, надо написать плохой комментарий. Поставить дизлайк. Ну, я благодарна этим людям за дизлайки. Ставьте, мои хорошие. Ставьте, мои хорошие. Я уже привыкла. Под любым моим видео. Под любым. Ну, даже под прямым эфиром не успеваю я еще сохранить эфир, как бы, да, девчат. У меня уже, ну, штучек так, 10. Телефон, девчат, прерывается и все. Пока удалила опять там все, корзинку почистила. Вот я, верно, не успеваю еще сохранить видео прямых эфиров. Там уже куча дизлайков. Ну, пусть знают эти люди, что они меня этим не трогают и не расстраивают. И я даже в голову, вот как, ой, я вся в муке, как я раньше, допустим, брала это близко к сердцу, переживала. Отнюдь, девочки, отнюдь. У меня вызывает улыбку, восхищение этими людьми и зависть к ним. Откуда у них столько времени ходить по каналам? У меня вот времени нет. Я не успеваю очень многие вещи просто не успеваю сделать. А тут люди и ходят, и пишут, и отслеживают же, периодически отслеживают. Они же и мои видео, и эфиры. Все. Не знаю. Или вообще ничего не делают, только просиживают перед компьютером. Такое ощущение, что это люди не работают и дома, что ли, ничего не делают. Я не знаю. Здесь вот кушать вроде как сваришь, приберешься, и день прошел. Сядешь, повяжешь немножко. И уже и ночь. Ой. Хотя бывает и ночи вкалываю, сижу, то видео монтирую, не получается. Или вяжу, не получается, я распускаю. Ну, вот действительно вызывает это улыбку, больше ничего. Поэтому я этим людям скажу. Ходите, пишите, ставьте. Вот была бы возможность вам поставить 20 раз по дизлайку мне. Наверное, вы 20 раз бы зашли и поставили. Но я очень рада. Я очень рада. Значит, мой канал существует не зазря. Понимаете? Меня радуют такие комментарии, которые пишут девчата. И это я не выдумываю. Я действительно правду говорю. Что многие пишут, что мои видео помогают выйти из тяжелого состояния душевного, из депрессии. Очень многим людям. Тяжело бывает. Очень тяжело. И они ждут мое видео, чтобы, знаете как, побывать у меня в гостях, напитаться положительной энергией, и им становится легче. Вот эти комментарии, я счастлива такие комментарии читать. И они перечеркивают все дизлайки и все плохие комментарии. Потому что я знаю, что мои видео приносят в души людей только все доброе. Только доброту. У меня нету, ну, каких вам сказать, вот, каких-то там отрицательных эмоций ни в одном моем видео. Ни в одном. Зачем? Поэтому, Бог с ними. Ну, пусть пишут, если уж им так хочется. Наверное, людям так хочется, девочки. Без этого, наверное, не бывает. Я думаю, так. Тесто я тут намесила. Сейчас, девчата, я припылю стол. Немножко выложу тесто. И потом надо его будет в целлофан. И положить на полчаса в холодильник. Сейчас, минуточку, потом подключусь. Ну, вот смотрите, девчата. Я вот таким образом вымешиваю. Чтобы оно такое было эластичное. И потом положу его в целлофановый пакет. И в холодильник на полчасика. А потом раскатаем с вами. У меня формочки такие есть. Есть они где-то лежат в шкафчике. Достану их. И вырежем печенюшки. На противень постелим бумажки. Да? О, много теста получается. Много. Такое будет нежное. Так, давайте еще чуть-чуть я присыплю. Что-то мне сегодня вот захотелось печенки спечь. Думаю, дай-ка я спеку. На улице моросеет. Хоть бы завтра дождя не было. Не хочется. Дождь уже. Было бы прохладно, но без дождя. Было бы замечательно. Так, девочки, все. Я сейчас вот эту вот муку соберу с стола. Видите, вот так вот, таким образом. Поставлю. Сейчас пакетик возьму. Вот такое у нас тесточка вышло. Вот такое. Не тугое делаю. Видите? У меня оно не тугое. Я не знаю, может быть, еще надо. Я уже сто лет не делала такое тесто. Давно не пекла, честно-то. То манник пекла, то пирожки. Вот, чуть-чуть еще добавилось. Так, пакетик. Сейчас я достану новый пакет. И положим в пакетик. Сейчас, девчонки. Ну вот, девчонки, я тесточка мою, ложу его в пакетик. Сейчас засунем. Давай-давай, залази. Все. Вот такой вот комочек. Вот у меня 9 часов. До полдесятого я положу в холодильник. Пусть оно подоходит. Остывает или как, назревает. Положим. Через полчаса я к вам подключусь. Ну вот, девчат, прошло полчаса, даже больше 40 минут. Я достаю свое тесточка с холодильника. Сейчас опущу камеру, вы будете видеть, что я буду делать. Разделю его сейчас пополам. И будем раскатывать, девчата. Так. Вот оно постояло. Много получилось. Много, девочки. Половину сейчас я отрежу. О! Пусть половинка здесь полежит. А мы сейчас с вами раскатаем вот эту половиночку, да? Раскатаем. И вырежем наши фигурки. Формочки. Я достала формочки. Вот такие у меня звездочка, елочка. Это, по-моему, фикс прайси я покупала. Я вот уже не помню, девочки. Но, по-моему, там. Как-то брала. Сейчас мы раскатаем скалочкой. Сейчас читала опять там между делом ваши комментарии. Фамилии не помню, девчата. Ну, это и не важно. Там спрашивают. Тань, ты вяжешь? Внучке 5 лет. И у этой женщины тоже внучке 5 лет. Подходят, по-моему, одинаковые вещи на внучку. Да, моей внучке, девочке, 5 лет было в марте. И я вяжу, знаете, окружность груди я уже беру 60 сантиметров. 60. То есть 30 на полочку, 30 на спинку. И по росту ориентируюсь 116 сантиметров. Вот платье, я вам сейчас скажу. По-моему, 55 сантиметров платьица сделала я ей. Вот. Ну, вот ориентируйтесь на вот такой рост. 116. Это вот наша Кристина. Вот я ей. Она у нас такая средненькая. Не худенькая и не полненькая. По ее возрасту она идет нормально. Так, сейчас я сахарку еще посыплю, девчат, сюда. Вот прям вот так. И скалочкой пройду. Вот видите. Вот. Поэтому сегодня еще думала повязать. Но сейчас быстро это спитется-то. Это-то быстро сделается. Все равно я повяжу. Только я думала на камеру. Но на камеру нам сегодня уже не получится. Завтра уже съездлю, по делам приеду. И тогда влог, может быть, не буду делать. А сделаю на камеру вот. Да? Елочки делаем. Елочки, иголочки. Выходят? Ой, девчонки. Что значит, давно не делала печенюшки? Смотрите. Что-то какая-то елочка пьяная получается. Жидковатая, что ли. Ну-ка, давайте вот этот цветочек положим. Да? Один цветочек. Второй цветочек. А потом вот эти вот тоже скрутим и их тоже сделаем. Я сразу ложу на бумагу. Может быть, получатся некрасивые. Но это не столь важно. Что они у меня такие получаются. Может, тонко раз этого... Ну, посмотрим, девчата, что выйдет. Поглядим, да? Съедим. Все равно съедим с Верой. Не заваляется. Мои елочки. Можно было потолще, наверное, сделать тесто. Я думаю, надо было потолще. Может быть, сделать по... Не сильно ли тонко я его раскатала? Сейчас, девчата, я переделаю. Ой, как моя бабушка говорила, носоруху бывает проруха. Сейчас мы ее заново раскатаем. Не такую толстую. Ой, тоненькую будем делать. Хорошо? Хорошо. Хорошо. Я прям как левша. У меня папа, кстати, был левша. Он работал левой рукой. Писал правой. И я. Когда я работала на мясокомбинате, я мыла ящики. Шланг держала в правой руке, а левой работала. Левой мыла. Выходка в руках. И именно мне было удобно. Именно почему-то левой рукой. Хотя я пишу. И все держу в правой руке, девочки. Какая-то вот у меня в отца. Вот, потолще. И они будут попышнее, девочки. Вот это вот я понимаю. А то сильно тоненькие я сделала. Но ничего. Это не страшно. Вот. Она будет печенка попышнее. Надо так, чтобы съел несколько штук. И сказал, ой, я наелся. Я наелся. Вот. Чтобы они не были худенькими. Ну, спечь-то быстро спекем. Вера там кошек все делает. Какую-то игру в компьютере играла. Она говорит, мам, ты что мне не кричи. Я буду сидеть в наушниках. Я говорю, хорошо. Да, девочки, надо чуть толще. Смотрите. Видите, вот такая толщина. А те уж я прям раскатала, разбежалась. Чушь. Надо потолще. Тоненькое тесто не нужно делать. Все подзабылось. Подзабылось. Ну, что? Уже давно-давно пекла. Честно признаюсь. Сейчас вот все вспоминаю. Сейчас школа начнется. Если будем ходить в школу, то тем более маленькая Вера была и пекла. Она с собой брала в школу. Вот. Печенки, конфетки обязательно. Приду к ней. Она мама сладкая принесла. Я говорю, конечно, принесла. В первом классе бегала, девочки. Каждый божий день в пургу оставляла ее ночевать. И каждый божий день я ходила вечером. Ну, переодевала ее. Несла чистенькое все. Чтобы каждый день она у меня переодетая была. Чистая. Ну, немножко. Мы ночевали совсем мало. Потом думаю, нет. Ребенок должен спать дома. Ну, только вот ради того, что в пургу, девочки, в сопку и сопки тяжело добираться было. Один год у нас был страшный гололед. И мы ходили вот объездной дорогой, ну, по которой машины едут, по серпантину. Вот той дорогой мы ходили каждый день в школу. Не напрямую, не моей тропой. Вот. Хорошо, если кто-то едет, и могли нас подсадить и до низа довезти. А были такие люди, что видят, иду с ребенком, ночь, темно же зимой, да, гололед страшный. И проезжают, даже не остановятся, не предложат хотя бы до низа довезти. Но есть и такие у нас тут соседи. А есть нормальные, которые в любой погоду, вот ниже дом живет у нас, вот он, тут у него теща жила, он всегда, никогда не проедет мимо. Мы идем, он сразу спрашивает. Тань, вы наверх? Наверх. Или Вера идет. Наверх садитесь, я вас отвезу. И нас довозит. Поэтому, девчата, хороших людей много. Так, а я вот эти, наверное, худенькие переделаю, а то они спекутся, и что там будет есть, правда? Вот эти вырежу, а эти снова раскатаю. Пускай будут у меня вот елочки. Поэтому, девочки, на плохих обращать внимание не будем, а мир стоит за счет доброты и любви. Так оно было, есть и будет до нас, при нас и после нас. Поэтому нужно жить в позитиве. Я всегда говорю в позитиве и получать положительные эмоции. Тогда будет все прекрасно. И жизнь будет к нам поворачиваться другой стороной, совершенно другой. Будет все хорошо. Вот. Все вспомнилось, как я и готовила. В принципе, девчат, ну что тут, замесить тесто, да? дать ему полчаса полежать в холодильнике и готовьте на здоровье. и будут печенюшки. Сейчас. Ну и формочки. Можно просто стаканчиком, можно рюмочкой, лишь бы краешки были тоненькие, чтобы раз вырезал кусочек этого. Мама наша делала, знаете, этими рюмочкой всегда. Бах-бах-бах. Помню, у нас такая была у нее электрическая духовочка. Чисто одна духовка. Два противенька небольшая, вот я как сейчас помню, синенького цвета. Раньше тоже не было кухонной техники такой, чтобы как вот сейчас. Сейчас уже мы привыкли нас разбаловали и печки, и посудомойки. Что только нету, да? Скорые полы, наверное, кнопку нажмешь и этот робот прибежит, полы помоет за нас. Ну, что, девочки. Облегченный труд дома. Облегченный. Времени вроде бы и много, да? И в той же части времени бывает, что ну, просто не хватает. Во. Не хватает. Кланируешь одну, на деле получается другое. Так. Это опять. Это опять. Сейчас раскатаем. Чуть-чуть при этого. Ну, что, ёлочки, что ли, сделаем теперь, да? Ёлочки. Так, сейчас я напеку, с Верой помоемся и сяду вязать. А, ну, блок это тоже, наверное, выпущу для вас. Вот, девчата, бывает так, день, да? Можно снять и два видео, и три, оно прям вылетает. А, бывает вот такие дни, что, знаете, не могу собраться и взять камеру в руки. Вот так у меня была вот эта вот неделя. Знаю, хожу, знаю, что надо снять видео, что вы ждете. И думаю, ну, сейчас пойду, вот сейчас пойду и сниму видео. И, девочки, что вы думаете, подхожу к камере и все. На этом все. Не идет, вот не идет, просто не идет. Бывает такое, девчата, не знаю, почему, но бывает. Так, сюда еще одна влезет. елочку, что ли. Ну, давайте елочку сделаем. И один противень у меня уже как бы готов. Ого, это много будет печенюшек. Девчонки, во, один противень. Ой, слушайте, это мы будем толстые. Боже мой. ой, ой, я все говорю, надо меньше есть. Как меньше есть, да? Если иной раз что-нибудь приготовишь, я вот смотрю Иру Мусину, она так вкусно готовит, и думаю, господи, да, надо тоже что-то, вот знаете, что-то дозготовить, и начинается. то-то приготовишь, то другое. Сейчас девчата вот съездю по делам, будем готовить кальмар. Я же купила кальмар. Приготовим с вами мои хрюшки-чушки кальмарные духовки. Это вкусная вещь. Ну вот второй кусочек. Сейчас мы его тоже раскатаем. Да, у меня там есть грудки куриные. Перемелим эти на фарш грудки. Можно с рисом, можно просто набить чем-то другим. Да все, что хочешь. начинку любую. Можно овощную делать. Какую захотим, то сделаем, да? И приготовим. И пожарить. Жарить кальмар надо на сливочном масле, девочки. Вот на сливочном масле он будет вкуснейший. Вот потолще, видите, она такая прям получается классная. Чуть-чуть можно еще чуть-чуть раскатать, капельку прям. У меня брат двоюродный, вот теткин сынок, он вообще готовил очень вкусно. А они все, тетка и дядька, шеф-повара были. И Федор также готовил вкуснейшее. у него очень были вкусные пирожки. Тесто вообще вкуснейшее. Я так не умею, как вот он пек. Пирожки прям во рту таяли. И вот кальмар он тоже жарил. Вкусный, вкусный. Да тот все готовить умел, все абсолютно. С детства. мам-пап-повара. Я не умела до 18 лет готовить вообще ничего. Я жила в Саратове на квартире у тетя Клава, как сейчас помню, и дядя Вася у ней был муж. Ну, они уже пенсионеры, а она была заведующая гастрономом всю жизнь. Хорошая такая, прям вот хорошая, замечательный человек. Я у них год жила на квартире, но я не готовила девочки. Папа привозил туда мясо, картошку, так как мы хрюшку сдержали, осенью там в зиму резали, он привозил сколько-то там мяса, я не буду говорить сколько, я не помню этого. Картошку вот такое все привезет, и я еще платила 20 рублей в месяц. Это большие деньги в советское время было. И она на меня, на себя и на дядю Ваську готовила. То есть я вставала в училище, она уже мне. Завтрак на столе был, царство небесное, хорошая тетка была, хорошие детей у них не было, ребенок у нее в детстве умер, что-то заболел и умер, от первого мужа, как я поняла. А муж тоже умер, девочки, брился и на бороде был прыщик. Он его содрал, пошло заражение, и он у нее умер. А вот этот дядь Вася, я помню, он такой длинный, высокий, но он лежал, он был уже лежачий. Я помогала ей ухаживать за этим, это ее второй был муж. Ой, я как помню, мы его таскали, девочки, ведро в туалет, надо было его поднять, а что, мне 17 лет, представляете? Один или два раза мы его доперли с ней до ванны, искупали, и потом она сказала, нет, мы его больше носить не будем, она его, видать, мыла вот так лежачего, когда я там в училище была, а в туалет мы его поднимали, я помню, он стесняется, человек беспомощный уже, помогал ей сильно, она, потом я уходила, он умер, на Пасху именно, девчата, я поехала домой, ой, что-то тема какая-то у меня пошла, ну, расскажу, расскажу вам, я поехала домой, Пасха же, праздники, и приезжаю в Саратов, а дядя Вася умер, и его хоронить в этот день, девчата, я так боялась, вообще покойников боялась, и я там не смогла жить, вот они, там моя тумочка стояла у изголовья, а он длинный, лежал там на столе, вот эту тумбочку взяли и положили ему под ноги, все, я-то это видела, и я не могла жить, она так меня уговаривала, я ухожу на другую квартиру, ушла к подружке, там, в этот, в коммуналку, помню, мне оставалось учиться месяца два, и вот она меня просила, Таня, оставайся, я тебе пропишу, и будешь жить здесь, я говорю, нет, я не смогу, вот настолько я боялась девчат-покойников, это кошмар был, а всю жизнь я ее вспоминаю, хороший человек, когда хороший человек, девчата, его всю жизнь будешь вспоминать, всю жизнь, память-то наша, она же не стирается, она от нас никуда не уходит, я говорю, я вот сколько живу, я ее как, как будто вчера, только ушла от них, я ее помню и лицо, и дядю Васю помню, хорошие люди были, хорошие, и жили прямо в самом центре Саратова, рядом с цирком, и в этом нашем доме были кассера флота, вот, хорошее было время, девочки, хорошее, когда ты молодой, беспечный, беззаботный, к чему Вере, говорю, Вера, пользуйся пока, мама, пока ты еще не взрослая, лови кайф от детства, от того, что у тебя таких еще забот нету, еще немножко, и ты будешь взрослая, и будут заботы совсем другие, ну, это же так, девчат, это же так, это так, вот, сейчас еще раскатаем, и будем духовку уже включать, на 180 градусов поставлю духовочку, ой, девочки, у меня же еще вот зайцы есть, давайте хоть несколько зайцев, что ли, один зайчик с ухом, заяц, вот, Кристина уехала, бабушка тут решила изгаляется, делает печенюшки, так, хвостик же еще, вот, да, 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 зайчик, 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 попрыгайчик, поэтому, я всегда говорю, и детям говорила, нужно жить так, чтобы нас, нас потом долго помнили, не пакостить, людям, в первую очередь, этого делать нельзя, так, вот, я уже по противню смотрю, что там положить, девочки, у меня уже второй противень заканчивается, представляете, сколько много, мы сделали печенюшек, ага, что это, тесто-то надо куда-то уложить, чтобы оно не осталось у меня, сейчас мы раскатаем, и немножко вот тут подвинем, 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 давай на хорошие, елочки, иголочки, чуть-чуть двигайтесь, так, сейчас, болтушка, люблю поговорить, ну, а вы, девчата, мои дорогие, повяжете, послушайте, меня тоже, может быть, что-нибудь постряпаете, правда, на своей кухне, давайте елочку, дома жарища, невозможное, девчата, жарище, так, сейчас вот сюда еще елочку, еще одна выйдет, так, мне надо же вас еще уложить, мои дорогие елочки, чтобы места хватило, вот чего, первая говорит, мам, посыпь сахаром, ну, я уже сахару туда бухнула, много, я думаю, хватит, а то будет притерно, правда, сильно тоже не надо, я думаю, так, давай, вот она, опа-ни, опа-ни, так, ну, на тот противник, как раз, вот еще одну, и буду ставить, духовку, пока стол помою, духовочка быстро, да, девчата, как много, зависит от нашей печки на кухне, когда печка хорошая, то и готовить, ну, просто одно удовольствие, это точно, или я мучилась, да, мучилась, самым настоящим образом, она у меня тугорела, вот эту вот тоненькую, я тоже переделаю, ну, сильно дохленькая, те хорошие, вот тут еще одна будет, финтиклюшка у нас, будет, ну, можно, давай вот так вот тебя, растянем немножко, елочка будет, елочка, так, девчонки, сейчас я, что буду делать, ой, куда ж тебя воткнуть-то, ну, вот так вот, а это кругляшки, рядышком прям положу, вытяну, сейчас где-нибудь пристрою, у меня получилось, два противня, два девочки, вот противень, смотрите, зайчики, елочки, здесь елочки, ну, и вот этот вот, придаток туда же положила, все, девчата, я отключаюсь, сейчас, мои хорошие, давайте так, я грею духовку, 180 градусов, и, буду печь, спеку, подключусь, и вас всех приглашу, на чай, хорошо, всем хорошего, хорошего денечка, пусть он вам принесет, вопреки всему, только добро, только счастье, чтобы все были живы, здоровы, и счастливы, все, потом подключусь, покажу, что у меня получилось, девочки, первую партию, я вытащила, смотрите, вот такой печенюшка, получилась у меня, вот зайчик, это кривая елочка, ну вот она, елка, все, елочки, вот она, елочка, а это вот зайчик, вот зайчик, вот носик, ушко, хвостик, лапки, в общем, первая, ну горячая еще, девчата, первая партия есть, вторая в духовке, я вам скажу, девчонки, я вам всем скажу, прибегайте ко мне на чай, я вас всех, всех угощу, это только первая часть, вторая сейчас будет через 20 минут готовая, у меня уже 10 часов, пойду Веру звать, у нас каша гречневая, сейчас мы поедим кашки, чайку с печенюшками, помоемся и займемся своими делами, я побегу документы собирать на завтра, Лариса спрашивает, Британь, ты ходила к племяннице и в пенсионную, нет, дождь сегодня, и ночь же не спала, завтра поеду обязательно, потому что Вера на ногти, придет вот с нарощенными ногтями, ее отвезу, это буквально от луговой, две остановки, потому что она там не знает, там в офис надо один подняться, где обучают вот этому мастерству, и она будет моделью, ручки ее будут задействованы, будут на ней учиться, на наращивание ногтей, ну пусть девчонка пускай, я ее провожу, и оттуда прямиком поеду на столетие, поеду в пенсионный фонд, скажут у них, значит у них, или направят они меня в мои документы, не знаю девчат, потом расскажу, и оттуда, это все на одном, на одном районе, на одной остановке, мне просто перейти через переход, пойду до нашей Ани, побуду в гостях, и уже потом приеду домой, я три огурца умяла, какие вкусные домашние огурцы, порезала, хоть жевать нечем, но все равно я съела с таким аппетитом, девочки, давайте хоть одну разломлю, смотрите, вот она внутри, видите, это вкусно, там ряженка стоит, кто-то с ряженкой, если хочет, Вера, ну а я со своим чаем, я чай, вкусно, девочки, вкус детства, вот вкус детства, вторую партию я уже вытащу без вас, всем-всем девчата, мои дорогие, счастья, здоровья, всем спасибо за ваш комментарий, за ваши пальчики вверх, вниз, за любые пальчики, сейчас прожую, всем самое главное здоровья, всего самого наилучшего, и давайте стараться, будем добрее быть, это я говорю для залетных, которые к нам залетают на канал, и мимоходом пролетают, будьте добрее, девочки, доброта и любовь спасет мир, не даром пословица есть, а я с вами прощаюсь, всем пока-пока, до новых встреч, до завтра, пока.